Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было найдено 1 января, задержан. Об этом сегодня заявили в национальной полиции. Кто же этот главный подозреваемый и каковы мотивы жестокого убийства, мы узнаем от Богдана Вербицкого. В деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской появился обвиняемый. Об этом заявили правоохранители во время специального совещания. Впрочем, имени подозреваемого не сообщают. Был задержан подозреваемый. В настоящее время идут активные следственные действия, работают с личи. И в то же время продолжаются активные поисковые мероприятия, можно сказать, оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных свидетелей-очевидцев. Подозреваемого уже допрашивают. Полицейские не исключают, что у преступника были сообщники. Нас полиции уверены, если найдут свидетелей, у них появится больше доказательств. И они помогут восстановить полную картину произошедшего. Это все будет перепроверено в результате, в ходе следственных действий, для того, чтобы быть уверены, что мы действительно установили особу, которая скояла этот злочин и доказали его вину в этом. Нельзя еще утверждать, был ли он один, а у него были какие-то помощники, которые принимали участие. О задержании подозреваемого еще с утра на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Айдер Муждабаев. Журналист уверяет, со ссылкой на свои источники, что предполагаемый преступник еще вчера дал показания и признал свою вину. Якобы он близкий родственник Дмитрия Рассашанского, сбившего на автомобиле сестру Ноздровской. Тогда, благодаря усилиям Ирины, самого Рассашанского приговорили к 7 годам тюрьмы. В том, что к убийству правозащитницы причастен Рассашанский, не сомневается и дочь убитой, Анастасия. В интервью интернет-изданию «Интерфакс» она заявила, круг подозреваемых у полицейских был довольно широк, но главная версия все же месть Рассашанского. Напомню, тело Ирины Ноздровской нашли утром 1 января в реке вблизи села Демидов. Близкие погибшие утверждают, что им и самой Ноздровской постоянно угрожали. Похороны правозащитницы состоятся завтра в селе Демидов. Богдан Вербицкий. Подробности. Телеканал «Интер». Продолжение следует... Продолжение следует...